Всем привет, ребята! Сегодня я иду вырывать зубы мудрости. На самом деле, я уже три недели назад вырвала с левой стороны верхний и нижний зуб, и сегодня я иду вырывать с правой стороны, чтобы наконец-таки забыть про них и не мучиться от боли, которую они порой создают мне. На завтрак я себе сделала два таких бутербродика с плавленным сыром и чаёчек. Надеюсь, это не последний мой приём пищи. И вот, блин, понимаете, как назло, именно сегодня я не хочу завтракать. Но я понимаю, что если я хоть что-то себе не впихну, то потом это будет хуже, так как в ближайшие часы после вырванных зубов я не смогу кусать. И также не смогу дней 5 пить горячий чай, так что наслаждаюсь им последний день на ближайшую неделю. Как я сказала ранее, то что мне уже не так страшно идти вырвать зубы, за счёт того, что я вырвала три недели назад с другой стороны. Но это только из-за того, что я верю, что это придёт так же быстро, то что буквально полчасика, и всё, зубок нет, можете домой. Кстати, сейчас я кровать заправлю, не судите строго. Кстати, попечитель по жизни это я была вчера. Посмотрите, я вчера себе, нужно, наверное, не так видно, но я опекла руку. Вот на этом пальчике ещё видно шум красноватый, вот на этом видно. Я открываю духовку, чтобы достать курицу, которую я там готовлю. И там давай вот так вот пар выходит, и я рукой как подставила под него случайно. Ну ладно, это ещё полбеды. Вчера перед сном я такая думаю, блин, нужно брать себе водички, хочу попить. Вот тянусь сюда рукой, сидя за стулом, думаю, сейчас возьму баклажечку и пойду себе налью. Я, получается, вот так вот тянусь, тянусь, тянусь. И знаете что? Стукаюсь головой. А вот это вот стенку. Слава богу, никакой шишки не видно, но я ударилась вот здесь. И когда я дотрагиваюсь, это очень больно. Кстати, как вы можете заметить, у меня новый маникюр. Скажу так, цвет вывозите здесь. Тет балдёжный, цвет очень красивый. Но, блин, сделан максимально некачественно. А про наращивание я вообще уже молчу на это много. Сейчас буду в Харьков искать себе какого-то нового мастера ходить, пробовать. Потому что все мои поразъезжались, мастера, у которых я когда-либо делала. Ещё почему-то у меня бровь кровь точит. А ещё, блин, сегодня ночью было много прилётов в разное время. Я в 2 часа ночи, в 4 часа утра. И мы с Ладом максимально не выспались. Я очень хочу спать. Так что чувствую, когда вырвут зубы, я, возможно, приду даже немножко полежу. Может, даже усну. Посмотрим, потому что я не любитель спать днём. Так как потом вечером вылет голова, тяжело уснуть ночью. Ладно, давайте одеваться и идти вырывать зубки. Ой, в общем, ребятки, я уже собралась. Сейчас буду выходить, так что держите за меня кулачки и пожелайте мне удачи. Я уже вышла, так что помните. Я буду очень сильно его покушать. В ближайшее время я не смогу это делать. Можете поздравить меня, я вырвала 2 оставшихся зуба. Мне сказали, что я счастливая. Я обладательница восьмёрок. Зашла к маме домой, потому что к маме идти немножечко быстрее, чем ко мне. Я буду ждать, пока лад принёсся с работы, чтобы с ним все еще будете вместе домой. Но такое чувство, как будто меня побили. Чуть-чуть будет пить антибиотик и впервые вижу такую странную нюбоковку. А, внутри она обычная сэм. Я сижу с куском масла на щепе и разговариваю, как нибудь о миксах. Так что зубы мудрости теперь меня больше не побеспокоят. Сижу с куском масла и радуюсь жизни. Вот я только пришла домой и мне очень больно. Я лежала, наверное, часа 2-3, пока мне станет легче. Итак, ребята, сейчас поделюсь своим опытом о своих зубах мудрости. У меня давно уже прорезались все 4 зуба мудрости. И в долгий период они меня тревожили. Они то болели, то кровоточили, то всё нормально было. Перед Новым годом я показалась своему стоматологу. И он сказал, что да, их нужно вырывать, что они не в лучшем состоянии. Но сказал это не прямо к спирку, что можешь там собраться с мыслями. И потом уже записаться и вырвать их у хирурга. Ну, я же думаю, мы в начале марта переезжаем в Харьков с Ладом. Раз настрою себя морально. Но по итогу началась война, и я их так не вырвала. Они приставлено беспокоить, думаю, ну ладно, фиг с ним, пускай пока будет так. Но не тут так все было хорошо. В конце мая у меня опять начинают болеть зубы мудрости. И сразу по приезду в Харьков я решаюсь, что мне нужно записаться к хирургу. Записалась я в новую клинику, в которой я никогда не была. Но по отзывам она была хорошая. Думаю, почему бы не попробовать. Плюс она находится недалеко от нашего дома. В общем, прихожу на консультацию. У меня попался молодой врач, но он был очень классный. Он посмотрел все мои зубы, говорит, да, то, что их нужно вырвать уже 100%, потому что восьмерки вырастают в семерки. Сейчас я покажу вам панорамный снимок своей челюсти, где это можно хорошо наблюдать. Я сказала, что покрыто у меня кариесом, то, что это может придаться на другие зубы. И это тоже одна из причин, по которой решили вырвать мне зубы. Врач мне сразу посоветовал вырвать по сторонам, то есть верхний и нижний с правой стороны, потом также с левой стороны. И я сказала, ладно, давайте, да, мне сразу по два вырвать, чтобы быстрее и быстрее на все зажило. И я забыла про этот страшный сон. Все консультации я говорю, это когда можно записаться на то, чтобы вырвать первые зубы мудрости. Мы подходим с ним на регистратуру, и мне говорят, можешь вот идти сегодня под конец дня. И у меня вот такие глаза, я как бы не ожидала, что скажут сегодня. Но я такая думаю, ладно, что тянуть, все равно это нужно сделать. Я шла, очень сильно переживала, не знала, как отреагирует мой организм, будет ли мне больно. У меня была куча непонятных мыслей, куча переживаний. Прихожу, значит, вырвать зуб. Меня заводят уже не в тот кабинет, где меня осматривали, а попросили пройти вниз. И внизу находится кабинет, там здесь уже урают зуб. Никто тебя не потревожит, там где просто закрывается дверь, и все, только ты, врач, помощник врача. Мы спустились, меня положили, сказали, не переживай, все будет нормально. Кололи мне анестезию, и приступили, так сказать, к вырванию. Я лежу, лежу, как бы я ничего, никакой боли не ощущала. У меня колопаются во рту, какие-то препараты суют, какие-то вот такие вот чипцы суют. Но как бы это меня никак не страшило, я лежала на своей волне, думала о своем. И тут бац, мне говорят, мы у вас уже вырвали первый зуб. Я такая, а, да? Прикол, конечно. Ну и в общем, через минут пять мне буквально вырвали еще один. И на всю, на всю левую сторону у меня ушло 30 минут. Я была удивлена, и зря я себя очень плохо настраивала. Врач мне выписал антибиотик пить под ней, прикладывать их холодное. Врач сказал то, что уже начинает пухать щека, что это нормально. Приклады холодное, пару дней, там, 3-4, и все пройдет. И сказал полоскать рот хлоргиоксидином после каждого приема пищи. Сейчас я вам покажу, как выглядело мое лицо на протяжении недели. В итоге мне нужно было идти и снимать швы. Сегодня 9 июля, и я вырвала все два зуба мудрости. Пока что еще непонятно, немного припухла щека. Вырывала я два зуба сверху и снизу сразу. Посмотрим, как будет дальше. Уже потихоньку отходит. Выпила антибиотик. Немного курт на губах. Сейчас у меня был первый прием пищи после удаления зубов. И такой вот жиренький речневый супчик. Надеюсь, я смогу поесть, потому что я безумно хочу кушать. А начало отходить анестезия, и немножко неприятно. В принципе, нормально. Так, спробуем есть банан. Я его переломаю маленькими кусочками. Говорюсь, я тут кашку, чтобы хоть как-то я смогла поесть. Я ем кашу чайной ложечкой. Вот такой вот мелко-нарезанный бананчик. Вот такими вот треугольничками. И холодный чаек. Чувствую себя с панч-бопом, потому что у меня квадратное лицо. Сегодня четвертый день. И то, что опухла щека уже практически не видно. Сегодня пятый день после удаления зубов мудрости. И отек полностью спал. И уже чувствую себя как обычно. Сегодня девятый день, как мне вырвали зубы мудрости. И мне сняли швы. Вообще никакого дискомфорта не ощущаю. Чувствую себя прекрасно. Так что пускай она заживает дальше. А через две недели я пойду вырывать оставшиеся два зуба мудрости. С первыми зубами прошло довольно-таки все легко. Мне в первый день начала болеть, потому что отходила анестезия. Последующие два дня еще, наверное, пропила анимесил. И после она вообще не болела. Потом я прошла снимать швы через неделю. Он там все посмотрел. Буквально за 30 секунд все вытащил. Там бац-бац, я резала ножницами, щипчиками протянул. И все. И недолго думая, я решила записаться на последующее вырывание еще двух зубов. Но вот настал тот день, когда я пришла вырывать с правой стороны. Он посмотрел на картинку панорамной снимок. Говорит то, что с правой стороны будет более тяжелое вырывание. Будет немного больнее заживать. В общем, то же самое. Кололи уколы. Я поделывала упражнения. И начали вырывать мне зубы. С этими зубами было чуть подольше. Я там побыла, мне написано, в кабинете. Было вообще не больно. Я никак не замечала, что мне там делают. Я была в своих мыслях. Думала о своем. И время просто вот так вот пролетело. После того, как мне вырвало зубы, опять же, таки и сказала, что делать. Оставалось то же самое, только был немножко другой антибиотик. И я пила его уже не 5 дней, а 7 дней. И сейчас вам покажу, как заживали мои зубы до снятия швоб с правой стороны. Как в течение недели выглядело мое лицо по дням. Как вы могли заметить, у меня появился огромный синяк. Сегодня третий день, как мне вырвали зубы. Как вы видите, отек еще есть. Мне немного больно открывать рот. Но ничего, держимся совсем скоро. Это все пройдет. Сегодня четвертый день, как мне вырвали зубы. И отек уже почти спал. Сегодня пятый день. И уже полностью прошел отек. Когда мне вырвали вторые зубы с правой стороны, отходило, но все больнее. Я пошла к маме в гости сначала. Я там посидела буквально 30 минут. И у меня начало ныть очень сильно правая сторона. Мне было очень больно. Я говорю, мама, все, не могу. Я пойду к себе домой. Лягу поспать. Выпью обезболивающее. Но потом прошел блат. Как-то переключилась эта тема зубов. И, в принципе, уже под вечер, ну, под ночь стало намного лучше. Единственное, что вот раз у меня появился синяк. Но он за ночь спал. Но сам факт, я помню, прихожу в зеркало перед сном. Ну, вы уже видели этот момент. И вижу вот такой вот огромный синяк у себя на всю щеку. Когда вырвали с правой стороны, было больнее есть. Потому что я не могла смыть рот очень широко. И я почти все всасывала, резала себе очень надлыми кусочками. Сейчас покажу немного фотографий. Вот вставлю то, как я питалась в первые дни. Но буквально через 3-4 дня я могла уже позволить мясо себе поесть. Хоть и на другую сторону, но спокойно могла оранжевать. И хочу сказать, очень важно найти врача, с которым быть на одной волне. Я когда зашла к своему врачу, у него с компа играла ACDC. Я поняла, да, это то, что надо. Как бы с этим человеком все вырвать легко. Он сделает все, как надо, свою работу. В общем, как это и произошло. Самое интересное, то, что вырвать зубы мне понравилось. Блин, я вроде вырвала уже все то, что нужно вырвать. А я хочу еще это странно, да? Но уже нечего вырвать, поэтому осталось только вылечить зубы. Но пока я рада тем, что я сделала одну цель, так сказать. Так что следите за своими зубами с молоду, не забивайте на них. При любой боли показывайте стоматологу. А лучше вообще каждые полгода оно либо хотя бы будет показываться. И лечить самого мелкого, чтобы потом не было ничего плохого, и вы не отдали в три раза больше за это. Раз я уже снимаю рассказ, историю о своих зубах, давайте покажу вам свои зубы. Раду контент не очень приятный, но, блин, мне нравится на них смотреть. Если я не ошибаюсь, сейчас покажу вам два верхних зуба, потому что нижние у меня раскололись на две части, и я их решила не забирать. Итак, смотрим ужасающий контент. Это мой первый зубок. И второй немного страшнее. Вот такие вот две приколюхи теперь у меня есть. Знаете, эти зубы можно повесить на шею и носить как амулет. Ну, я же говорю, да, я странный человек, поэтому не обращайте внимания на мои идеи такие. Ладно, давайте, ребята. Будьте здоровы. Все. Все-все-все. Прям все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok